здравствуйте коллеги с вами сагов роман компания на маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы обсудим как проходит движение по индексу снг 500 и стоит ли ожидать коррекции обсудим те события которые сейчас влияют на рынок ну и как мы договаривались я также сегодня покажу свой инвестиционный портфель и расскажу про те акции которые я свой портфель добавлял но прежде мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если вам нравится и вопросы ваши оставляйте также в комментариях а итак начнем с общей ситуации сейчас мы видим то что индекс s&p 500 до ключевой бенчмарк за которым мы следим обновлять исторические максимумы но все тяжелее тяжелее это сделать и фактически сейчас мы видим расхождение в том что американский доллар начинает укрепляться точнее этот тренд начинает формироваться по ряду инструментов по каким-то мы уже это видим по каким-то это еще в стадии как раз зарождение поэтому сейчас вот такое расхождение которое мы видим на рынке может быть прелестником как раз коррекция опять же мы не говорим о какой-то глубокой коррекции но коррекция там на 10 процентов вполне вероятно может случиться пока для рынка хватает позитива чтобы двигаться дальше вверх и вполне вероятно что отметка в 4100 пунктов будет взята но фактически уже все учтено в цене да и ряд компаний в принципе сам индекс выглядит довольно таки перекупленным но на это также может повлиять и сезон отчетов который начался уже в апреле пока отчеты идут но только первой компании начнет отчитываться и фактически это может быть дополнительным драйвером то есть если будет прирост по выручке компании тогда и ну так называемый средний показатель пиры и шоу по всем компаниям снг 500 может в целом улучшится тогда уже рынок не будет выглядеть таким перекупленным но опять же второй квартал здесь будет довольно таки важным для дальнейшего движения уже непосредственно по акциям также нарастает риск опасения инфляции кстати по инфляции мы будем досконально разбирать данный вопрос вместе с моим коллегой фуадом вебинар мы проведем в конце апреля и обязательно туда приходите потому что сейчас это такой его ключевой момент за которым нужно следить и пока собственно ничего на рынке не происходит то есть мы движемся по инерции уже в область 4100 если посмотреть опять же по ключевым событиям которые сейчас в целом индексы уже на открытие азиатский индекс европейский индекс то есть нет у них они торгуются разнонаправленно где-то есть небольшой прирост где-то небольшая коррекция то есть это в целом нормально также позитивом является то что период вакцинации дойдет максимально активно да все больше и больше людей получают вакцину но будем надеяться что это поможет для того чтобы остановить вирус и для того чтобы не уходить новые локдауны потому что сейчас для экономики это безусловно важно а теперь давайте посмотрим по инструментам а в целом а как я уже говорил то есть по таким инструментом как например евро доллар у нас формируется тренд нисходящий да и мы должны брать этого внимания потому что сейчас вероятно тенденция на укрепление американского доллара будет уже непосредственно в приоритете с точки зрения торговых идей мы довольно таки неплохо скорректировались за на последнюю неделю поэтому с текущих уровней или даже чуть чуть выше да из отметки 1.19 ну и в целом да из текущих уровней а было бы интересно также заходить в шорт да уже так как тренд то есть нисходящий имеет смысл сказать позиции на продажу что собственно я и буду делать вполне вероятно что эти позиции будут сформированы уже на этой неделе посмотрим как закроется сегодня среда и как начнется торговаться четверг и вот тогда я уже буду для себя выбирать позиции непосредственно на продажу а по британской валюте также стать выглядеть довольно таки интересно я мы сейчас уже неплохо скорректировать в принципе мы видели коррекцию которая была на вчера и области продаж тоже выглядит довольно таки интересными но фактически вот то что она дает триггер для входа в позицию ну по крайней мере с моей стороны это как раз когда продавцы в данном случае перехватывают инициативу от покупателей фактически сегодня мы видим уже во первых вчера да мы немножко обновили локальный максимум продавцы закрылись ниже чем мы открывались собственно покупатели за день до и сегодня мы уже торгуемся ниже минимальные значения которые были сформированы вчера поэтому здесь если сегодняшние как раз так будет закрытие ну вот по крайней мере вот этой часовой свечи да ниже минимум отметки 1.38.01 до минимум вчерашней торговой сессии то я поставлю отложенные дыра буду искать для себя шорт уже по британской валюте в том числе пара американский доллар канадский доллар здесь пока у нас не была сломлена как раз формация нисходящего тренда да то есть то что мы говорили ранее пока у нас тренд сохраняется нисходящий и данное движение у нас идет и здесь я тоже для себя пробовал открывать позицию на продажу для того чтобы как раз в этом движении поучаствовать она была да ну состоялась не дошла думаю этой профита здесь явно я переносил уже непосредственно стоп лосс и сегодня сделка закрылась по стоп лоссу но с небольшой прибылью но в целом то есть я здесь это тоже для себя ожидал поэтому стоп лосс старался двигать по ходу движения цены потому что рывок вниз еще мог быть да то есть она могла дойти до локальных менюх которые были пару недель назад но это не произошло поэтому здесь есть позиции вышел именно уже буду следить за тем как а цена будет торговаться на дальше потому что здесь как раз тоже уже начинает формироваться тренд восходящий тогда я буду перезаходить уже непосредственно в покупке когда он будет окончательно сформирован на пара американский доллар японская иена продолжает корректироваться здесь по-прежнему тренд восходящего усиливается да здесь мы пока видим ну данная динамика сохраняется после уже третий месяц с текущих уровней ну не самая лучшая точка для входа да и самый лучший уровень вот если уйдем к отметке 10870 то оттуда я бы в покупке как раз у зашел если это произойдет буду искать покупки если нет то смотрю другие инструменты а по австралийцу по австралийцу также мы видим пока невозможность продолжения восходящего движения вполне вероятно что ближайшее время увидим как обновление новых локальных минимум а пока с текущих уровней тоже цены не сам оптимально то есть было бы интересно заходить шор где-то из отметки 77 а 30 77 40 то есть вот эта коррекция была более затяжной тогда на уровне были бы интересно опять же с точки зрения соотношения риск прибыль да то есть куда мы ставим стоп лосс куда мы ставим потенциальную цель по нашему этой профиту на австралийц пока пока не интересен вот по новозеландцу ситуация может быть чуть более интересно по крайней мере здесь мы уже обновили минимальные значения то есть ниже отметки 70 91 мы ушли поэтому с тех с этих уровней как раз а было бы интересно а искать в том числе именно продажи поэтому здесь я для себя жду более затяжной коррекции да если она произойдет то я здесь также для себя в шорт зайду да буду заходить уже непосредственно в продажу но тут было бы хорошо увидеть отметку 71 40 и вот оттуда бы на его шортить золото а по золоту ситуация тоже довольно таки интересно в целом нас тренд не понимаю почему не метатрейдер здесь не загружают все исторические данные но не суть то есть мы видим последнее движение и я думаю что вы можете видеть это у себя платформе а мы подошли к области сопротивления до который у нас сейчас сформирован на отметке 1758 долларов за тройскую унцию из этих уровней если будет сигнал как раз на продажу то тут тоже имеет смысл пробовать перезаходить да по крайней мере с небольшим риском да то есть в пределах нормы здесь я тоже для себя на золото попробуем продавать dax новый исторический максимум сформирован вчера переписали отметку там 15200 и меня в целом опять же мы видим то что последние несколько дней но практически последнюю неделю мы торгуемся по экстремальным значениям поэтому вероятность коррекции здесь становится все выше и выше к этому тоже нужно быть готовым пока здесь торговать не планирую а s&t 500 опять же взлет до вчера мы видели тоже небольшое обновление локальных максимум до отметки 4 100 вполне вероятно мы сможем на этой инерции долететь но опять же мы видим что сейчас мы индекс перекуплен до вероятность коррекции там область четыре тысячи три 900 она здесь не уходит она здесь остается поэтому тоже к этому нужно быть готовым и в принципе опять же перри заходить в данный инструмент данную позицию не смысл только после коррекции нет марки бренд пока ведет себя не очень хорошо да в плане роста сейчас мы торгуемся в области 63 доллара за нефть марки бренд и соответственно здесь тоже нужно быть готовым к тому что движение исходящее здесь может продолжиться и собственно пока невозможность уйти ниже отметки 60 она ну пока пока удержится но позитива для нефти пока довольно таки мало поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным лично я для себя ожидаю как раз снижение по данному активу но и фактически данную информацию мы получили уже а в понедельник цена конца торговой сессии смогла переписать минимальные значения которые были в пятницу но и собственно а здесь уже настрой пока видится нисходящий в такой среднесрочной перспективе ну а теперь давайте посмотрим что как раз то есть принципе сделав да если резюмировать то лично для меня пока интересными выглядят позиции уже непосредственно по евро доллару по британской валюте именно на шорту семена как раз на продолжение укрепления американского доллара по всем другим позиция пока не самые оптимальные уровни поэтому здесь я пока я продолжаю искать и продолжаю держать ну и собственно как я говорил дополнительно у меня в прошлом году был открыт инвестиционный счет на котором я как пополняю каждый месяц да то здесь стратегия несколько иная чем с трейдингом с трейдингами счет не пополняю инвестиционный счет я пополняю и каждый месяц покупаю акции то есть я стараюсь находить акции которые не покупать по самой максимальной цене ну ладно я сделал это с компанией apple но apple можно купить по максимальной цене мне так кажется но другие акции я стараюсь покупать как раз после коррекции к там коррекция которая была по Intel, по Cisco, ну или та коррекция, которая была в прошлом году и давала возможность покупать неплохие акции. Собственно, это сделал я и сейчас. Если посмотреть на те инструменты, которые у меня сейчас куплены, и в целом насчет, да, то, собственно, что я делал, да, ну, во-первых, скажу, что я купил. Во-первых, я купил компанию Berrygoat, да, это компания, которая занимается добычей и продажей золота. Я говорю, что у меня были мысли купить Neumann, но Neumann выглядит не так интересно прямо сейчас. Вот Berrygoat выглядит довольно-таки неплохо. И если посмотреть, например, на сайте Finviz, да, в том числе, и открыть тикер данной компании, то он выглядит довольно-таки неплохо, да, с точки зрения мультипликаторов и с точки зрения того, что, в общем, рынок перегрет, а компания Berrygoat, понятно, на падение золота скорректировалась с отметкой 31 до практически 19. И я купил по 19 небольшим, но что мы видим? У нас, ну, адекватный PE, у нас хороший Price to Sales, у нас не так много долгов, компания платит дивиденды, хороший профит маржин для такой компании. Да, понятно, что эта компания зависит от цен на золото, да, но мы довольно-таки сильно скорректировались. И, опять же, покупать по локальным максимумам, когда золото стоило, там, 2000, и компания, соответственно, была на хаях, то не саморазумно. Вот сейчас, мне кажется, что момент довольно-таки интересный. Здесь я купил стандартным объемом. А также еще одна компания, которой я добавил в свой портфель, это компания Teladoc, компания, которая работает в секторе HealthCare, и, собственно, она позиционирует себя, ну, то есть, ее технология в том, чтобы проводить прием у врача без посещения, да, то есть, онлайн, через сервисы компании, и, в целом, то есть, это, скорее всего, то, куда мы придем, да, опять же, это видно с точки зрения текущей ситуации, это такой длинный тренд, эта акция есть также в портфеле Кэти Вуд, и здесь я ее купил. Понятно, что компания еще убыточно, да, убытки растут, но рост выручки тоже здесь колоссальный, то есть, практически каждый год выручка удваивается, да, у компании, что говорит о том, что это компания роста, да, то есть, здесь это компания, которая не платит дивиденды прямо сейчас, но у которой есть хороший потенциал. Опять же, была коррекция, 308 был локальный максимум еще в феврале, мы опустились до отметки 164, практически 50% скидки на акцию, а здесь я зашел. Если будет коррекция, там, 150-140, то я буду здесь еще докупать, но, опять же, заходил по области поддержки. А сейчас, в целом, по портфелю, да, после закрытия компании XMobile, которая закрыла в прошлом месяце, это здесь можно видеть плавающую прибыль, да, лидеры ростом на текущем это Caterpillar, People's United Financial, Archer Daniels Midland, Intel, наконец-то, себя хорошо показывает, Cisco, Walgreens Boots, Aliens, ну и так далее. Компании, пока, которые не отросли, и, в принципе, которые пострадали от падения технологичного сектора, это компания Alteryx. Здесь я, в принципе, опять же, надолго в этой компании, компания Nikola, ну, тут только если повезет, скажем так. То есть, я не буду здесь усредняться, да, как я это делал. То есть, я набрал для себя разумный объем, и, собственно, здесь ничего пока делать не буду. Если компания выстроили, то будет хорошо. Если нет, то, я думаю, что будут какие-то цены, по которым я смогу это зафиксировать. Ну, и пока в просадке Krisper, Bluebird Bio, Apple. Вот Apple, я, кстати, докупил еще одну акцию на этой просадке, Fastly. Ну, пока технологичный сектор проседает. Хотя вот уже там та же самая компания Teladoc, она уже немного подросла от тех уровней, где я покупал. И также компания Gold, да, то есть, в антромарке Sticker ABX, также уже подрастает. Пусть 19.71 я покупал, 20.87 текущая цена. То есть, в целом, это, опять же, долгосрочный портфель, да. То есть, я только одну позицию закрыл, да. То есть, если посмотреть там по истории счета, я получаю дивиденды по компаниям, которые платят дивиденды, и зафиксировал прибыль только, ну, соответственно, один раз, да, продав компанию ExxonMobil. И каждый месяц я счет также пополняю и покупаю на эту акцию. То есть, стратегия здесь долгосрочная. А в целом, по подходу, то есть, как я уже говорил, то есть, я комбинирую, да, компании, которые, во-первых, уже имеют стабильный бизнес, да, то есть, например, там, Intel, Cisco, Walgreens Boots Alliance и компании Roast, то есть, чтобы портфель как раз так же мог подрастать с текущими трендами. То есть, текущие тренды – это все, что связано с интернетом, да, то есть, технологии интернет-вещей, автомобили беспилотные, а также технологии как раз генной инженерии. То есть, это все такие длинные тренды с перспективы, там, на 10-15 лет, которые также могут себя показать и довольно-таки неплохо в ближайшее время, которые я также буду продолжать держать. То есть, я стараюсь не заходить в акции, которые там по хаях, то есть, занимаюсь как раз стокпикингом для того, чтобы эти акции, ну, максимально для себя комфортно подбирать и держать в своем портфеле. И при дохождении каких-то уровней, если, когда тренд уже начинает меняться, то фиксируется. Например, компания Биоген, да, то есть, здесь, в принципе, мы видим то, что компания, там, последние 8 лет, вот, торгуется в таком тренде, то, скорее всего, ну, в боковике, да, то есть, скорее всего, вот уровня, где я купил, там, по локальным минимум, скорее всего, зафиксируюсь, там, по 3-600, вероятно, будет еще одна коррекция, я буду в нее перезаходить. То есть, вот идея, ну, конкретно в этой компании, она такая. Все остальные плюс-минусы – это долгосрочные истории, которые я буду держать долго. Если у вас есть какие-то вопросы, в том числе, по портфелю, обязательно оставляйте также в комментариях. Если у вас есть вопросы по обзору, также пишите. Ну, а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. И мы с вами увидимся в пятницу, посмотрим, как завершается текущая торговая неделя и что на рынке интересного происходит. Всем спасибо за внимание и до свидания.